Радио 54 Радио 54 Радио 54 Вопрос не знаю, если честно, не готов на него ответить Наверное, если ходить по регионе юристов Нанимать, что-то добиться можно Либо, как всегда По-братски, через знакомых Вот так человек, когда приходит Не всегда ему сразу с открытым сердцем Я просто не понимаю, что должно быть У человека в голове, когда он сидит Занимает эту должность, к нему приходит человек С одной рукой, а он ему предлагает механическую коляску. И без ног, да. Ну, вот, в общем, факт остается фактом. Мы, наверное, та организация, которая не занимается этими вопросами, не ковыряется там, то есть мы... Вы просто не тратите время на всю эту бюрократику. Мы помогаем, мы видим, ну, да, мы хотим помочь, потому что там можно год ходить, там, выбивать что-то. Хотя, может быть, и надо так поступать, там, у кого-то наказывать, чтобы такие люди, наверное, не сидели за рабочим местом, которые так поступают. Но вопрос не в этом. В общем, мы познакомились с Оксаной, созвонились, пообщались, встретились, посмотрели на нее, да, действительно, две маленькие ножки. Одна рука выросла ее... А сколько ей лет? Ей сейчас 32 года. Она выросла в Тыве, в детском доме, то есть когда ее родили, от нее отказались родители. Она была в доме малютки. То есть это история от рождения у нее, да? Да, да, она такая родилась и выросла в детском доме. Потом ее перевели там в психнорологический интернат. Квартиру тоже не получила. И вот, наверное, несколько лет назад, получается, ее нашли родственники, ее нашла мама, ее нашла сестра. И вот сестра живет здесь, в Новосибирске. Ничего себе. Забрала ее себе. Она частично... Как она выросла в Тыве, то есть она ездит в ТУ часто, потому что там друзья, знакомые все. Ну и приезжает сюда, в Новосибирск, к родственникам. И вот здесь, в Новосибирске, мы к ней приехали, пообщались, посмотрели на нее и, конечно, приняли решение помогать. То есть мы понимаем, что она очень активная, она любит гулять, она любит куда-то ездить. То есть, представляете, человек без ног, с одной рукой, она собирается одна и едет в Тыву. То есть собирает рюкзак, вызывает такси, прыгает, едет на автобус, в автобус сутки на автобусе. Да просто красотка. Добирается, живет там в Тыве, потом обратно в Новосибирск. А ты не знаешь, как вот у них состоялся диалог с родственниками? Они что-то как-то говорили? Ну, есть ролик у нас, можете посмотреть. Мы немного там затрагиваем эти вопросы. Сильно тоже, конечно, не колупались. Понимаем, что тяжело и родственникам, и самой Оксане тяжело про это говорить. Поэтому сильно... Да, есть говорить старые раны, стоит ли, да? Да, то есть, опять же, про что мы начально говорили, стоит ли колупаться в этих вопросах, почему так произошло, как бы, как с коляской, почему не дали. Главное, чем эта история заканчивается, потому что воссоединение семьи и... Через 30 лет, получается, примерно они встретились. Ну, то есть, естественно, мы посмотрели, мы поняли, что ей коляска, ей жизненно необходимые, это ее средства передвижения. Сколько она стоит? Цены разные. Ну, так вот, плюс-минус. Я сейчас расскажу дальше. Ну, давай. И, в общем, мы решили помочь ей, открыли сбор, сняли видеоисторию про нее, начали собирать на коляску, рассчитывали примерно где-то на 100 тысяч, плюс-минус там буш, ну, ей надо было хорошую, которая долго ездит, с хорошими аккумуляторами, открыли сбор, в общем, у нас подхватили ребята, есть такое медиапространство, ТОК называется, то есть, ихние такие истории, вот они снимают, они увидели, говорят, давайте выпустим, давайте, выпустили, то есть, и за три дня у нас 300 человек сделало пожертвование, то есть, мы за три дня собрали на эту коляску, и вроде все, думаю, история заканчивается, покупаем коляску, даем Оксане, Оксана ездит, все радостное. Тут на нас выходит одна девочка с Москвы, Гуар, то есть, у нее очень крутой салон красоты, она крутой визажист, такой известный не только в Москве, но и по всему миру. Она пишет мне, Сергей, увидела историю Оксаны, приезжайте в Москву, привозите ее, сделаем для нее день преображения, накрасим, разукрасим, оденем обоим программу, я говорю, вообще классно, давайте. Оксана до этого мне рассказала, что у нее есть друг Орлан, тоже без ноги, ходит на руках. Оксана, хоть в Новосибирск иногда ездит, Орлан вообще никогда не был нигде, только в деревне, в Тыве. Я Гуар говорю, вот друг еще есть, давайте вот его тоже свозим в Москву. То есть парень нигде никогда не был. Она говорит, все, бери обоих, приезжайте, мы оплачиваем билеты, лучшую гостиницу, для вас крутая программа. Я говорю, ну ладно, все, все окей. Говорю, у Орлана тоже нет коляски, он всю жизнь мечтал о ней, никогда у него ее не было, всю жизнь на руках ходит. Я говорю, вот мы насобирали на одну, добавьте на вторую, купим парням две коляски электрические. Она говорит, все, все добавим, как бы, все, в общем, приезжайте в Москву. И они добавили нам на коляски, мы заказали две коляски, получается, одну за 100 тысяч, другую за 50. Это был коляски, то есть новые чуть дороже стоят. И то есть я с ними, с Орланом и с Оксаной, мы полетели в Москву, коляски уже заказали туда, в Москву, чтобы мы не пришли. А коляски заказываются и за границей? Нет, мы заказывали в Сочи. Мы нашли хорошую компанию, которая занимается БУ-колясками, хорошие коляски. Мы все равно, производитель, это зарубежные какие-то страны, да? Одна китайская, другая немецкая. Угу. То есть одно БНВ, как бы, другая, да. БНВ такая, она немец такой тяжелый, так они делают, конечно. Она считается лучшими, то есть на долго зарядки хватает, но она тяжелая. И, в общем, мы с этими, я с этими двумя парнями полетел в Москву. Мы жили там в гостинице Ридисон, в самой крутой на реке Москве. То есть у нас была программа, изначально предполагалось для Оксаны накрасить ее, такой день преображения, сделать из нее красавицу. А я потом как-то приколом говорю, Орлан, может, ты тоже хочешь? Он говорит, вообще без проблем, конечно, хочу. И, в общем, Орлана тоже покрасили, подстригли, одели. Тоже есть у нас ролики в интернете, просто вот... Это где все посмотреть, если кто-то не знает? В группе ВКонтакте, да, фонд Рукопомощи? Лучше в Инстаграме. Да, Рукопомощи Новосибирск можно у нас найти. Там есть вот из Москвы по видео и преображение. То есть настолько их преобразили, их даже было не узнать. Мы увидели, что действительно девочка может быть настолько красивой. В общем, одели, обули, накрасили. У нас был свой водитель, делали свой микроавтобус, экскурсии по Москве. И самое главное, их эмоции, что они говорили, как они реагировали? Как, что это было? Ну, мне кажется, они, когда они там были, мне кажется, они немного еще даже не понимали, что с ними это творится. Там не только коляски, там, во-первых, вообще Москва, перелет, первый раз на самолете, да, преображение. Им подарили два новых айфона. Слишком много новых эмоций, да? Да, преобразили одежда и все это, да. Ну, Орлан, когда сел в коляску тоже, вот я видел его эмоции, когда он прожил 32 года, у него никогда не было лекарств в коляске, он понимает, что это его, и просто он говорит, вау. И да, мы смотрели на их лица, в их глаза, конечно, то есть они, ну, мне кажется, они даже не понимали, что с ними это происходит. Они, может, и понимали, но до конца верили еще. Да, да, да. Да, да, да. Что прожили 32 года, вроде никогда никто не помогал, всю жизнь какие-то проблемы и еще что-то, а здесь вот сразу, как говорится, поперло, поперло, поперло. не только механическую коляску предлагали участницы этой истории, да, госструктуры, но еще и квартиру не дали. Вот как там с жильем дела у ребят, возможно, будет решаться, какие планы? Вот, да, одна, вот мы недавно были в Тыве несколько недель назад, то есть мы приехали, одна из целей это была посетить ребят, посмотреть, как они живут, Оксана, Орлан, в основном они живут вместе в съемном жилье, за 3000 такой старенький домик, холодный, где уходит много угля, и мы приехали их попроведовать, вот тоже собрали им помощь, купили стиральную машину новую, закупили им уголь на зиму, и мы хотим, конечно, купить им жилье, потому что, насколько я понял ситуацию, что их из детского дома перевели в психоневрологический интернат, то есть и там уже жилье, оно не положено, то есть им положено, как кое-какое место в доме престарелых для таких людей. То есть они там предполагалось, что будут пожизненно находиться? То есть как бы, да, они что не могут жить самостоятельно, но мы как видим, то есть они полжизни уже живут самостоятельно, ходят на руках. В деревенском доме сами таскают уголь, и как они, я вообще не понимаю. Ходят в магазин, у них у обоих есть пенсия, то есть, которой, в принципе, там, скажем, более-менее хватает прожить. Вот вопрос, да, жильем, то есть когда мы узнали, что у обоих нет жилья, и, скорее всего, никто им ничто не даст, конечно, мы захотели купить им. То есть одна из целей из наших, может быть, в будущем проекте, это купить им дом. То есть... Это здорово. То есть опять объявите сбор, да? Да, скорее всего, так и будет. То есть вот мы приехали в деревню, проехали, наверное, пять-шесть домов, примерно посмотрели. То есть уже присматривали что-то, чтобы понять... Понять, кто что продает, сколько что стоит. То есть присмотрели, там, вот, в районе 700 миллиона неплохие дома. А что за эти деньги там можно купить? Ну, за миллион хорошее дом можно взять. Ну, я понимаю, что ребятам же нужно что-то такое, где была бы канализация какая-то элементарная, да слив хотя бы. Желательно, желательно. Опять же, смотря на этих ребят, говорю, что они прошли там Крым и Рым, и войну, им уже без разницы. Они могут, наверное, приспособиться жить в любых условиях и без воды. Было бы свое. Естественно, хотелось бы сделать, чтобы потом ничего не доделывать, скажем. Хотелось бы, что там и слив, и вода, и туалет был. И в идеале, конечно, как идея, не знаю, как я вижу в голове, как сказка, что там, не знаю, низкая мебель на кухне, то есть, чтобы не надо залазить на стул, чтобы там залезть на стол, потом, чтобы взять, чтобы было на уровне колен, все как, реально, как какой-то сказки, как для кукол. Интерьер должен быть адаптированным, да, вот под жильцов. И, в общем, посмотрели, да, сейчас думаем, как это все сделать, ведем переговоры там с какие-то медичками, чтобы нас тоже медиа поддержали, и, может быть, в общем, скоро объявим сбор, соберем и купим ребятам жилье, потому что очень много людей классно среагировали на их жизни, на их истории. Да, ну, конечно. Хотя дальше помогает, да, очень сильно коснулась. Да, знаете, Сергей, вот глядя на вас, я просто верю в то, что сказка обязательно Сталин будет. У меня Тимофей 6 лет, он смотрел этот ролик отчетный из Москвы, всем советую его посмотреть, ему 6 лет, и он заплакал. А Тимофей, по-моему, был же у нас в гостях. Да, у Тимофей был, да, был героем. Обязательно посмотрите, найдите в Инстаграме, лучший в Инстаграме, ну, можно, конечно, ВКонтакте, фонд рукопомощи. Будем держать руку, и мы на пульсе. Да, отслеживайте внимательно этот сбор, и как только объявите, все, конечно, будем принимать участие. Ребятам надо помогать. Наша любимая фраза, которая не первый раз звучит в прямом эфире на Радио 54. Друзья, ну, кто, если не мы? Ну, серьезно, кто, если не мы? Можем очень долго ходить и обивать пороги, искать какую-то справедливость, увольнять чиновников за несоответствие с занимаемым должностям и баба, вот это вот все. Зачем? Когда можно моментально принять участие в истории и ускорить эти процессы. А уж потом увольнять. А уж потом увольнять. Да, это мы умеем, это правда. Сереж, еще есть какие-то ближайшие планы, чем будете заниматься? Ближайшие планы, вот хотим тоже парню помочь. Завтра поедем снимать про него видеоисторию. Тоже интересный парень, 22 года, спортсмен, играл за два футбольных клуба здесь в Новосибирске. Служил в армии, поступил в институт, вроде казалось, все, вот, жизнь идет, да, армия, спорт, институт. И вот после очередной тренировки с друзьями он поехал в бассейн и неудачно нырнул. И вот уже два года он парализованный. Вот это. Да, то есть сломал шею себе. И несмотря на это, то есть у него верх рабочий, руки, то есть он поднимает гантельки, штанги. И вот мы с ним познакомились дня 4, наверное, 5 назад. То есть мама нам его написала, приехали, познакомились. То есть надо налаживать мобильность. Ему тоже. Ему нужна хорошая коляска, ему государство выделило, то есть она, ну, такая стандартная, стандартная, но ему нужна немного другая. Он даже не хочет, интересно, электрическую, чтобы не расслабляться, не ездить. Он говорит, мне нужна механическая, но хорошая такая, спортивная, чтобы я во все проемы проезжал, быстро ездил. То есть мне электрическая не надо. Я хочу крутить, крутить, чтобы всегда быть в тонусе. И вот завтра поедем снимать про него видеоисторию и тоже будем открывать сбор и помогать. чему самому главному, Сереж, вот ты лично вот за все это время существования фонда научился у таких ребят. Вот они же могут нам, людям, которые перестали ценить то, что имеют. Не понимающие свои участия. Таким, да, чуть затуманенным взглядом могут очень многие вещи объяснить. Вот есть что-то такое, что ты понял исключительно благодаря этим ребятам? Не знаю, мне кажется, я никогда не был в таком, знаете, там, негативном состоянии или в стрессе, чтобы меня кто-то, что-то, мне кажется, я всегда сам по себе такой, я не сильно эмоциональный. Мы просто нашли друг друга. Не сильно эмоциональный человек, но у меня нету такого какого-то эмоционального перегорания, чтобы я прям искал. Ну, наверное, да, есть чему поучиться, смотря на, есть что ценить, потому что ты понимаешь, что кто-то сегодня не проснулся. Я сегодня пост выложил в сторисе, я ехал, и едет машина кого-то хоронить. Я понимаю, что кто-то сегодня не проснулся. И, наверное, да, нам надо оценить то, что у нас есть. Как минимум, руки, ноги, голова. То есть мы можем идти на работу, мы можем с утра пить кофе, кто-то этого не имеет. К этому относиться просто как бы должен. Ну, оно же есть, ну, привычно, да, непривычно, ребят, непривычно, не всегда есть. Но есть фонд рукопомощи, который всегда рядом. Вот это вот очень важно. Радио 54.